Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 255 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Эту передачу вы можете смотреть на канале YouTube под названием Тимми. Также у меня есть свой телеграм-канал, ссылку на который я даю в описании под этим видео. Итак, сегодня в программе. Правда ли, что Буче Бусе Караман ушла из сериала «Зимородок»? Назан Кисал возвращается на экраны в новом сериале, который готовили два года. Уже в сентябре нас ждет встреча с Бирже Акалай в новом телевизионном проекте. Капши Панургюль получила роль в сериале «Портной». Неужели ей кто-то помогал? Новый сериал «Анура Туна» Почему роль в сериале «Беспощадный» досталась Чаатаю Улусою, а не Арасу Улуту Инэмли? Где же справедливость? Итак, мы начинаем. Вопрос Правда, что сериал «Крупье» покидают многие актеры и сценарист меняется. Да, действительно, информация соответствует действительности. Сериал «Крупье» покинуло шесть актеров, а также сменились сценаристы проекта. Ушла Денис Маданулу. Она вроде бы не сошлась мнениями с ведущими актерами проекта Ингином, Алтаном Дюзятаном и Эльчин Сангу, которые были недовольны развитием характера их персонажей. И пришли новые сценаристы. Главным сценаристом стал Мирич Демираль. Кстати, Ингин выступал против того, чтобы линия его любовных отношений, его персонажа с Эсгич и Лик развивалась. Посчитал, что это не совсем корректно по отношению к логике развития сюжета. И, кроме того, Ингин выдвинул условия о том, что он продолжит съемки, только если сериал будет продолжаться до конца этого года. Больше он работать не может, у него какие-то другие планы. То есть, скорее всего, сериал завершит свое пребывание в эфире, в декабре или январе. Вопрос. Очень понравился сериал «Восход Османской империи». Будет ли третий сезон? Первый сезон сериала «Восход Османской империи» оказался очень востребованным у заубежной аудитории, прошел очень хорошо, но вот со вторым что-то случилось не то. Он не попал ни в какие рейтинги серьезные и, к сожалению, прошел достаточно незаметно. В этом случае Нетфликс не особо размышляет, он просто не заказывает следующий сезон. Так что, скорее всего, я думаю, что третьего сезона не будет, но посмотрим, что решат. Пока никакой информации нет на этот счет. Вопрос. Правда, что Хазал Кая будет партнершей Барыша Ардуча в сериале «Одержимость». Как только объявили о том, что Барыш Ардуч сыграет главную роль в сериале компании «Одержимость», сразу же, естественно, начали сватать ему различных партнерш. Сначала это была Неслихана Тагюль, но Версена Алтунтаж сказала, что еще партнерша не выбрана и идут переговоры. Затем появилось имя Хазал Кая, якобы с ней идут также переговоры. Но я напомню, что Хазал сейчас снимается во втором сезоне сериала «Полночь в отеле Пера Палас» и работа продолжится до октября. То есть прямо сейчас она занята. Если сериал выйдет, предположим, в ноябре или декабре, то вполне может она поработать. Но пока что это все слухи и сплетни. Если же сериал выйдет в сентябре, то, естественно, ни о какой совместной работе думать, в общем-то, не стоит. Те актрисы, которые свободны в это время, я думаю, именно им и предложат эту роль. Пока еще никакой информации конкретной нет. Так что не переживайте заранее. Вопрос. Меня удивило то, что актеры очень классно поют. Анух Туна, Угура Аслан, Ильчин Сангу и другие. Это, наверное, талант от природы. В Турции действительно очень много поющих актеров. Причем многие актеры вообще-то певцы. Например, Ильчин Сангу закончила консерваторию. Она оперная певица. Ажжан Денис – великолепный певец и на досуге занимается актерством. Халит Эргенч, кстати, какое-то время проработал на Вродвее. У него великолепный голос. Это скорее правило, чем исключение. Ну, конечно, бывают актеры, которые петь не очень умеют. Но в основном, да, действительно, у турецких актеров почти у всех очень приятные голоса. Вопрос. В тусовках артистов и на свадьбах никогда не видно Аккина Аккиназю. Его не любят или он сам такой? Вообще-то актеры тусуются по определенным интересам. Если Аккину неинтересно той группе актеров, с которой он, например, снимается, на съемочной площадке взаимодействует, то, разумеется, на свадьбу никуда он не пойдет. У него совершенно другой круг общения. И там он ходит и на свадьбы, и на все, что, так сказать, нужно. Конечно, но люди, с которыми он общается, не склонны фотографироваться каждую минуту. Вообще, в том кругу, в котором общается он, это не так принято. Афишировать то, что происходит. Я напоминаю, что у него очень богатые родители. И когда он решил стать актером, то они были, мягко говоря, не в восторге. Вообще-то они его в Беркли отправили, чтобы он учился на программиста и стал, так сказать, уважаемым человеком. Но он выбрал профессию актера. После того, как пришел успех, отец все-таки согласился с тем, что, ну ладно, будь актером, раз уж тебе так нравится. Мама его поддержала сразу. Но все остальные, кто находятся в его окружении, это, в общем-то, его семья, его близкие, знакомые, друзья, которые также принадлежат к высшему обществу. И все тусовки, которые там происходят, нам просто не видны. Ну а с актерскими тусовками он, видимо, и не очень хочет сам общаться. Вот и все. Вопрос. Известно ли что-нибудь о пятом сезоне сериала «Основание Осман»? По предварительной информации, премьера пятого сезона сериала «Основание Осман» состоится 4 октября. Если не возникнет никаких проблем на съемках или со здоровьем актеров, то тоже иногда, к сожалению, случается. Ну, если что-то такое случится, то премьера может быть перенесена на одну или две недели. Кстати, приятная новость для поклонников. Мехмед Базда, похоже, убедил Гилды с Чарой Атиксой продолжить работу в сериале. Так что «Малхун-Хатун» появится в пятом сезоне сериала, который станет заключительным в этой истории. Ну а затем начнется уже новый сериал о сыне Османа, как я говорила еще два года назад. Да, это действительно правда, об этом уже официально сообщили, и Буче рассматривает предложение о новой работе. Я думаю, это правильное решение. Собственно, сама линия «Пелин» себя изжила, и Буче только получала очередную порцию неприязни со стороны зрителей, ничего, собственно, не внося нового в сюжет. Нужны другие сценарные ханы, а актрисе нужно разбиваться дальше, чтобы не застревать в этом образе навсегда. Вопрос. Есть ли информация о новом проекте на замке САУ? Да, действительно, есть информация новая. На замке САУ сыграет главную роль в сериале телеканала ТВ8 «Враг любви», который два года назад был анонсирован как райская бухта. Тогда еще там должна была сниматься Мелиса Аслы Паму. Но сейчас сценарий сильно доработали. Посмотрим, что получилось. И на замке сыграет мать трех взрослых дочерей, которая становится врагом любви. То есть достаточно интересный персонаж, который немного перекликается с ее персонажем в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери». Будем смотреть. Мне уже интересно. Посмотрим, что получится. Вопрос. Есть ли новый проект у Бирже Акалай? Да, Бирже Акалай возвращается на экраны в новом сериале телеканала «Канал Т» за порогом, который будет снят совместно с компанией Айяпым, Кирима Читая и продюсером Лалы Герен. Это ремейк итальянского сериала, который рассказывает о процессе реабилитации группы молодых людей в клинике. И среди них есть малолетние преступники, с которыми будет работать доктор Айшигель в исполнении Бирже Акалай. Кто будет партнером Бирже, пока неизвестно. Но сообщается, что актер будет играть прокурора. Вопрос. Вопрос. Я была очень удивлена выбором партнерши для Чиатая в сериале «Партной». Просто очень. На самом деле, Шифанур Бюль попала в этот сериал совершенно случайно. Никто не предполагал, что она станет партнершей. Дело в том, что когда снимали для телеканала ТВ-8, это был телевизионный сериал, то главную роль должна была сыграть Алина Бос. Когда сериал переехал на цифровую платформу Netflix, Алина не смогла продолжить работу. Никто не знал, почему. Но я думаю, что самое разумное объяснение этому. Она заключила контракт с Disney+. И не смогла сниматься у цифровой платформы конкурент-нантисты. Вместо нее взяли Эсру Билгич. Эсра присутствовала на четке сценария. Уже как бы работа началась. И тут, когда съемки уже пошли, она вдруг сказала, что она не может сниматься, потому что продюсер якобы поставил условие, что нигде в другом сериале она сниматься не может, пока не выйдет на экраны все части сериала «Портной». Не знаю, насколько это объяснение было правдивым, поскольку я напоминаю, что Шипан Урбюль совершенно спокойно снялась на Fox TV после окончания работы в сериале «Портной». В сериале, который, конечно, оказался не очень успешным, но, тем не менее, она совершенно спокойно снималась и ничего ей не помешало. Так что оставим на совести Эсры, почему она ушла из сериала. Но так получилось, что съемки уже идут, а главной героини по-прежнему нет. И тогда Джим Карджи, режиссер, предложил Шипан Урбюль, с которой он уже работал раньше, тем более у нее театральное образование, и тем более она снялась только что. В сериале «Нетфликс» сыграла главную роль, созданный, этот сериал, кстати, выйдет в этом году, обещали, главные роли там играли мужские Танера Алмес и Эркан Полчак Костендей. Так что все совпало, она была знакома с режиссером, она уже работала с «Нетфликс», главные роли играла, и плюс она была как раз в этот момент свободна. Так она знала главной героиней этого сериала. Вопрос. Звезда сериала «Прощальное письмо» Эмри Кывылджин встречается с Рабией Цайтёк. Пока они официально об этом не объявляют. Так что давайте дождемся, когда уже все уляжется. Я напоминаю, что их совместный сериал завершен. Если они действительно стали парой во время съемок этого сериала, то рано или поздно они выйдут вместе с журналистом и расскажут об этом лично. Или же это все закончится просто легким петом на съемочной площадке, который, в общем-то, достаточно обычное дело. И после окончания работы они разбегутся. Так что пока рано делать какие-то громкие заявления. Вопрос. Можете назвать несколько сериалов наступающего главного сезона, которые именно вы ждете с нетерпением и почему именно эти. Я уже говорила в предыдущем выпуске, что я жду все сериалы, посмотрю первую серию и затем решу, что я буду смотреть и что не буду смотреть. То есть определенных каких-то предпочтений у меня нет, за исключением одного. Это сериал с Чаратаем Улусоем. Как вы знаете, я являюсь поклонницей этого актера и не скрывала этого никогда. И, разумеется, его сериал, который называется «Беспощадный», я буду смотреть обязательно. Вот этот сериал я, конечно, жду. Тем более, что у Чаратая прекрасная чуйка, и он никогда раньше не ошибался в выборе ролей. Раз уж предложили Арасу, Арас согласился, а затем Чаратаю, Чаратай согласился, значит, сценарий действительно стоящий, если ведущие актеры Турдизи соглашаются на этот проект. Вопрос. Я не устаю пересматривать сериал «Джесуры красавица». Недавно услышала, что он провальный. Неужели правда? Нет, эта информация не соответствует действительности. Сериал прошел с рейтингами в районе 5-6%, то есть он может считаться хитом. Хотя, конечно, в то время выходили сериалы с гораздо большими рейтингами, в том числе и внутри сериал. «Эртурул», «Мафия не может править миром». И на фоне всех хитов, которые были в этот момент в эфире, «Джесуры красавица» не был супер успешным, но, тем не менее, провальным он точно не был. Это был, ну, скажем так, средний хит. Затем сериал начал успешно продаваться по всему миру, является одним из самых продаваемых сериалов в Турции, в последних лет. Так что информация о том, что он провалился, реально не соответствует действительности. Вопрос. Очень хочется узнать про новый проект Барыша Ардуча. Это психологическая драма? Какой сюжет? Известно ли партнерша? Пока про новый сериал Барыша не очень много информации. Известно, что он сыграет роль персонажа, по имени Бабюр, в сериале компании «Ожи и Пикчерс», который называется «Одержимость». Приложила ли свою шаловливую ручку главный психолог сия Турдизи, Гусерет Будайджволу, к этому сериалу или нет, я сказать не могу, но название «Одержимость» предполагает, что все-таки она имеет какое-то отношение к сюжету. И, возможно, это, опять же, ее клиент, история ее клиента. В сериале будет рассказано о человеке, который столкнется с выбором между женой, которую будут звать Симин, и старой любовью из прошлого, собой, которая вернулась и перевернула его жизнь. То есть классический турецкий любовный треугольник, осложненный, как всегда, страданиями и психологическими проблемами, которые так любит компания «Оджи и Пикчерс». Партнерша Барыша пока неизвестно. Говорили о том, что, может быть, это будет «Хазал Каяк», но пока это только слухи, которые ничем не подтверждаются. Вопрос. Может ли актер или актриса отказаться от партнера в главной роли, так как они не подходят друг к другу, можно сказать, не симпатизируют? Может быть, поэтому в последнее время нет пары, чтобы искры летели и проваливаются сериалы? Актеры, которые пользуются весом в турдизе, то есть суперзвезды, всегда участвуют в принятии решения, кто именно будет их партнером или партнершей. Актеры попроще, такого веса, естественно, не имеют и работают с теми, кого дают. Но в данном случае, я думаю, речь не о том, нравится или не нравится партнер, симпатизируют ему или не симпатизируют. Я напоминаю, что в истории кинематографа огромное количество примеров, когда за пределами съемочной площадки терпеть друг друга актеры не могли, а в кадре там настоящие бури, бушевали, и все было суперпрекрасно. Здесь вопрос идет не к актерам, а к продюсерам, которые должны подобрать правильные пары. Но я напоминаю, что в прошлый сезон дал суперхимичную пару Фетомер Трамазан Демир и Афра Сарачулу, так что не все так плохо в Турдизе, как вам кажется. Вопрос. Скажите, как прошел по рейтингам фильм «Десять дней хорошего человека» первая и вторая часть на Нетфликс? По-первых, я могу сказать окончательные результаты, по-второй она пока еще держится в топах, поэтому результаты будут еще уточняться и, я думаю, добавятся еще зрителей и часы просмотра. «Десять дней хорошего человека», то есть первая часть получила 14 миллионов 740 тысяч часов просмотра. Это хороший результат, но, конечно, до «Надежных руках», который имел 48 миллионов, не дотянули. Но, тем не менее, вполне приличный результат. И вторая часть пока получила 6 миллионов 500 тысяч часов просмотра. Это 3 миллиона зрителей. Но еще раз повторяю, что вторая часть еще находится в топах, поэтому, конечно, будет увеличено количество часов и количество зрителей. Возможно, я уточню. Если вам будет интересно, напишите мне в комментариях. Вопрос. Некоторое время тому назад была информация о том, что Анор Туна ушел из сериала «Запретный плод» сниматься в другом сериале и в другой стране. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Если да, то что это за сериал? Насчет другой страны у вас неверная информация. Он никуда из Турции не уезжал. Но когда он закончил работу в сериале «Запретный плод», это случилось в 2019 году, то есть прошло уже почти 4 года, он успел сняться в нескольких успешных проектах. Он играл в сериале «Чудесный доктор» одну из главных ролей. Кстати, «Суперхит» это был сериал. Затем он играл в сериале «Заключенный», тоже очень успешный проект. Снялся для цифровой платформы в сериале «Ядовитый плющ». Этот сериал появится в сентябре на цифровой платформе. Тот снялся в двух фильмах. Первый фильм называется «Горькая романтика», но он не очень хорошо прошел в кинотеатрах в Турции. И второй «Что у меня получится», который тоже вышел и уже показывался и в кинотеатрах, и на телевидении. Так что у него очень активная творческая биография. Сейчас он подписал контракт на новый фильм, который будет посвящен Мустафе Кемальу Ататюрку, что вполне естественно, столетие создания Турецкой Республики. Очень много патриотических фильмов выходит. Плюс он подписал контракт с компанией «Айябым» на съемки в сериале «Моя прекрасная жизнь», где его партнершей будет Хилай Алтенбелек. И этот сериал мы увидим в новом сезоне. Вопрос. Сколько времени еще будут снимать второй сезон сериала «Полночь в отеле Перо Палас»? Съемки второго сезона начались 11 июля, и, как обещают, они продлятся до октября. Причем в силах 1 Пашалы, исполнитель главной мужской роли, уже завершил фактически работу в сериале, и он уже снимается в сериале «Амер». То есть, сцены с ним были сняты в эти летние месяцы, и всю остальную нагрузку на себя берет Хазал Кая, которая играет главную женскую роль. Вопрос. В каком проекте снимается Урак Чилик? Урак Чилик снимается в сериале «Я не могу вписаться в этот мир», главную роль в котором исполняет Актай Кайнаджа. Актай Кайнаджа. Сериал пользуются средней популярностью, это не хит, но идет неплохо и продлен на второй сезон, в котором также будет работать и Урак. Вопрос. Почему так сильно ругают Хавсанур Санджак Тутан? Для этого есть три причины. Первое. Актриса может просто кому-то не нравиться. У всех есть свои любимчики, и у всех есть актеры и актрисы, которых вы не очень любите. И это вполне нормально. Второе. К сожалению, сериал не получился, ее новый, если очень любишь. И в этом случае, естественно, людям пытаться найти виновного в том, что произошло, поскольку возлагались очень большие надежды. Проще всего свалить вину на самого слабого, и актриса выглядит самым слабым звеном не в смысле игры, а в смысле того, что она, в общем-то, беззащитна, у нее нет огромного фандома, как у Керема Берсина, и на нее можно нападать, не опасаясь каких-то серьезных последствий. Ну и третья причина, на мой взгляд, самая наивная и самая дурацкая, это поклонники пары Ханде Эрчель и Керем Берсин, которые не приняли новую пару Хавсанум Сажак Тутан и Керем Берсин, и пытаются таким образом что-то кому-то доказать. На мой взгляд, выглядит это очень глупо, но это их дело, я не думаю, что на это стоит обращать особое внимание. Вопрос. Расскажите о сценаристе сериала «Любовь на прокат». Каким сериалом она еще писала сценарий? Сценариста сериала «Любовь на прокат» зовут Мирич Аджими. Она очень сильный сценарист, и если она пишет сценарий, то, скорее всего, будет что-то очень хорошее. Любит она писать летние сериалы, романтические, но не только летние. Кроме «Любви на прокат» она писала сценарий к таким сериалам, как «Маленькие преступления», «Ранняя пташка», «Любовь 101», «Полет птицы» и сейчас пишет сценарий нового сериала, который называется «Моя прекрасная жизнь». Главные роли в нем сыграют Анор Туна и Хеляй Алтынбелек. Не всегда у нее получаются сериалы, например, «Стеклянные потолки» в прошлом году были не очень удачными, но все же у нее больше успехов, чем провалов, так что я надеюсь, что новый сериал тоже окажется удачным. Вопрос. Скажите, где «Справедливость»? В сериале «Беспощадный», который предложили Арасу, Булуту и Ингли, поменяли канал на другой, и Арас отказался. Теперь опять вернули на Фокс, где Арас мог бы сниматься, но теперь роль Чаотая. Я-то не против Чаотая, но где «Справедливость»? Вообще-то в бизнесе справедливости нет. Есть выгода, есть определенные интересы продюсеров и телеканалов, и они исходят из своих интересов. Кстати, сериал «Внутри» первоначально должен был демонстрироваться на СтарТВ, но затем шоу ТВ его перекупил, и когда случился огромный успех, наверняка, на СтарТВ тоже многие говорили, а где же «Справедливость», почему шоу ТВ увел у нас этот прекрасный сериал. Но так бывает. В этом ничего странного нет. Это логика бизнеса. Кто-то отказывается от работы, кто-то соглашается, потом все меняется. Так устроена турецкая жизнь, ну и не только турецкая. Я думаю, во всем мире примерно одинаково. Я не думаю, что для Араса это такая уже огромная потеря. Он суперзвезда, он прекрасно себе может найти другой равноценный проект. Тем более, что когда сериал вернулся на Фокс ТВ, хотя это еще не окончательно, я не уверена, что шоу ТВ не попробует снова его перекупить. Это, в общем-то, достаточно обычное дело в Турдизе. Я напоминаю, что один из сериалов прошлых сезонов «Местер ошибка» Фокс ТВ утащил у телеканала Д, и они потом даже судились. Так что все бывает в этой жизни. Так что шоу ТВ может провернуть ту же самую операцию и попробовать утащить у Фокс ТВ. Но что касается Араса, ему предложили вернуться в проект вместе с Чаотаем. Не знаю, решит ли он вернуться или выберет другой проект, но я думаю, что очень много различных сериалов сейчас, так что у него есть огромные возможности выбрать то, что ему нравится. Я лично топлю за то, что либо он будет все-таки в беспощадном, мне очень нравится его тандем с Чаотаем, они бы прекрасно поработали вместе, но если он откажется, кстати, он все-таки решает, так что справедливость какая-то есть на свете. Последнее слово остается именно за Арасом, но если он откажется, то он может выбрать, например, сериал «Большие надежды», который будут снимать по роману Чарльза Диккенса. Мне кажется, что эта роль была бы для него очень подходящей по такой классике. Я с удовольствием смотрела английскую версию и с удовольствием, наверное, посмотрю турецкую, особенно если там будет сниматься Арас. Но это лично мое мнение. То есть, как видите, проектов достаточно много интересных и справедливость будет восстановлена. Не переживайте. Куда пропала Неслихана Тагюль? Есть ли у нее предложение? Честно говоря, я не совсем поняла вопрос. Неслихана Тагюль весь прошлый год проработала. У нее был сериал «В конце ночи», где она снималась вместе с Тадиром Дулу своим мужем. У нее вышел фильм на Нетфликс «Ах, Белинда». Прошел он в среднем, но не провалился, так что у нее все в порядке и она рассматривает предложение о новой работе. Она сама об этом говорила, но, естественно, отдохнула, съездила с мужем на море и приступает теперь к работе, к отсетке сценариев. Я думаю, что у нее достаточно много предложений и у нее есть из чего выбрать. Главное, не торопиться и выбрать тот проект, который выстрелит. К сожалению, сериал с Тадиром прошел не очень хорошо, но она остается в числе самых востребованных звезд Турдизи и работа в нее точно будет. Не переживайте. Вопрос. Читала, что продажи сериалов за рубеж начинаются со 100 тысяч долларов за серию. Хотелось бы узнать, в чем выгода телевизионных каналов? Это же какая сумма выходит, чтобы купить один сериал? Ну, вообще-то, когда Турдизи только начинал продажи за рубеж, то стоимость одной серии была 1000-2000 долларов, не больше. Но, когда турецкие сериалы фактически захватили всю Латинскую Америку, Африку, начали очень активно показываться в Индии и на Востоке, естественно, то ценник возрос. Поскольку сейчас именно турецкие сериалы очень часто возглавляют рейтинги в разных странах. Чем больше рейтинг, тем больше стоимость рекламы за одну минуту. Кстати, рекламу считают именно за одну минуту. И при огромных рейтингах, так, например, у сериала «Зимородок», могут эти 100 тысяч спокойно отпить, показав эту серию всего один раз. А я напоминаю, что если покупают сериал, то идет не только первый показ, но и повторы, за которые тоже платятся рекламные деньги. Поскольку рекламное время стоит очень и очень дорого. Так что не переживайте за телевизионные каналы, которые покупают очень дорогие турецкие сериалы. Они точно покупают то, что они хотят. Естественно, бывают ошибки. Бывает, когда вроде бы сериал рейтинговый в Турции, а за границей его не очень хорошо смотрят. И наоборот, такое случается. Но это более редкий вариант. Но, как правило, если хорошо прошло в Турции, значит и за границей будет идти примерно так же хорошо. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что Чаотай Улусой будет играть в телевизионном сериале, тем более, что сериал беспощадный качует с канала на канал? Не прогадал ли Чаотай с сериалом? Не пропала ли у него чуйка на сериалы и не боится ли он опуститься с этим сериалом на ступеньку вниз? Во-первых, то, что сериал качует с канала на канал, это хороший знак. Именно за хорошие сериалы любой канал борется до последнего. Плохие сериалы никому не нужны, а хорошие могут перекочевывать с канала на канал, кто больше заплатит, кто больше заинтересуется. Так что, наоборот, это знак очень положительный. Я очень рада, что Чаотай возвращается на телевизионные экраны. Давно его не было именно на телевидении. Конечно, волнительно, конечно, переживаю, будет ли он успешным проект или не будет. Но все-таки я напоминаю, что сначала в сериале согласился главную роль исполнить Арас, а затем и Чаотай. Все-таки две суперзвезды Турции согласились на один и тот же сценарий. Я думаю, что это знак того, что сценарий стоит того, чтобы его ждать с нетерпением и надеяться, что он действительно окажется удачным. По поводу ступенек в статусе и всего вот этого я не раз говорила о том, что у суперзвезд, в отличие от простых актеров турецких, ну скажем так, карт-бланш от зрителей, они оценивают их по успехам, а не по неудачам. У всех бывают неудачи, и зрители относятся к этому с пониманием. Очень много сериалов и у суперзвезд проваливается, но если для актера обычного такой провал очень болезненный и он может действительно очень тяжело сказаться на карьере, то для суперзвезды это проблемы особой не составляют. Его продолжают любить, его продолжают ждать и надеются, что следующий сериал окажется удачным. Так что, как бы ни получилось сериалом беспощадный, я, конечно, надеюсь, что это будет хит, но даже если он провалится, ничего особенного с карьерой Чаотая не произойдет. Я напоминаю, что у него выйдет в конце этого года фильм Джентльмен на цифровой платформе Netflix, Портной третий сезон тоже, скорее всего, в конце года выйдет. В следующем году выйдет два сезона сериала Кюбра, затем он будет сниматься в новом фильме, и, в общем-то, карьера у него продолжается вне зависимости от того, что получится на телевидении. Но, конечно, надеемся на то, что получится очередной хит, как обычно убывает у Чаотая. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео, и я попытаюсь найти на них ответы, хотя это не всегда получается, к тому же вопросов все больше, а времени все меньше, поэтому я пытаюсь, конечно, ответить на все, что могу, но извините, если не всегда выходит так, как планировалось. Я напоминаю, что мы с вами встречаемся каждую неделю по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok